Друзья, всем привет! С вами я, Эдскрайбер, и сегодня у нас долгожданное продолжение линейки Honor 10 Lite. Предыдущая версия Honor 9 Lite была очень популярна, было много рекламы, в принципе, был неплохой телефон, может быть, не самый лучший камер, но была NFC и некоторые другие плюшки, плюс он смотрелся очень красиво, современно и так далее. Короче, он стал хитом, абсолютным хитом прошлого года. Станет ли Honor 10 Lite хитом этого года? Мы как раз с вами, друзья, разберемся в этом обзоре и подведем некоторые выводы в конце. Ну что ж, друзья, погнали! Друзья, начальная распаковочка этого телефона, вот такая коробочка, да, привычная нам уже, такого бирюзового цвета. Компания Honor, в принципе, нас уже к этому приучила. Внутри сам телефон, зарядка 5 вольт 2 ампера, то есть чуть побольше уже. Кабель USB, micro USB, сразу понимаем, что здесь micro USB, уже это один из минусов этого телефона. Скрепочка есть, бумажки, друзья, положили в комплект чехол сразу же. То есть, как бы официально в этом телефоне идет чехол. Обычный силиконовый чехол, прозрачный там и так далее, но как бы официально от компании Honor. И это приятно, друзья. То есть, если бы его не положили, то было бы гораздо ху... Друзья, прежде чем мы перейдем к характеристикам этого телефона, я попрошу вас подписаться на этот канал, поставить лайк этому видео. Вообще, друзья, я не очень выпрашиваю лайки. Вы заметили, наверное, смотря мои обзоры. И вообще, постоянные мои подписчики знают, что я никогда не выпрашиваю лайки. Но, друзья, это другой случай. Потому что хочется, чтобы это видео зашло. Я старался, я делал эти тесты и так далее. Все для вас. Поэтому, друзья, с вас лайк и подписка на этот канал. Конечно, по вашему желанию. Но я каким-то образом хотел вас, друзья, мотивировать, чтобы лайк вам было бы как-то интереснее поставить. И, друзья, такое условие. Если будет 10 тысяч лайков в течение трех дней, друзья, мы утопим этот телефон. Мы его разберем. Проведем дроп-тест. Короче, ушатаем его как только возможно. Мне кажется, друзья, это хорошая мотивация. С одной стороны, я сейчас сам думаю об этом условии. И думаю, если действительно берется 10 тысяч лайков, придется убить телефон. И я потеряю в деньгах. Это как бы будет очень плохо. Но, с другой стороны, я понимаю, что 10 тысяч лайков набрать тоже не так легко. И так далее. Короче, мне кажется, это нормальное такое условие. Если за 72 часа от начала выхода этого видео видео набирает 10 тысяч лайков, мы делаем дроп-тест. Убиваем телефон как только возможно. Друзья, вот такие условия. А мы продолжаем и переходим к характеристикам. Экран здесь 621 дюймов. Full HD+, разрешение 415 ppi. И это IPS-матрица. Углы обзора неплохие. И минимальная и максимальная яркость здесь тоже на хорошем уровне. В целом, как бы, экраны люди уже научились делать. Особенно вот в таком среднецелоновом сегменте. В последние полгода никаких проблем вообще с экранами не было. Разрешение экрана здесь, друзья, это фишка, наверное, Honor и Huawei здесь меняется. То есть вы заходите в настройки, экран и можете поменять на HD+, разрешение или Full HD+, разрешение. Также появилась новая фишка, умное разрешение. То есть, смотрите, вы ставите эту галочку и, допустим, ваша батареечка подходит к концу. Там 10%, 5% и так далее. То есть скоро она умрет. Телефон автоматически переходит в меньшее разрешение. То есть в HD+, разрешение. Соответственно, батарейка меньше убивается, телефона больше хватает. Или, допустим, вы зарядили телефон на 100%, хотите играть очень долго. Вы заходите в эти настройки и с Full HD+, разрешение переходите на HD+, разрешение. Качество ухудшается. Это как бы сразу видно. Но, по сути, есть некоторые игры, где качество не так уж и важно. Но батарею будет сохранять вам гораздо больше. Короче, вот такой небольшой лайфхак. И у Honor есть такая возможность. Это приятно. Вот таким образом капелька выглядит в YouTube. То есть, если вы увеличиваете изображение, то есть вот этот вырез все равно остается. И в играх происходит вся та же самая история. Капелька вот выглядит таким образом. Ничем она не мешает, функционалу и так далее. Я, правда, не играю в 4G и так далее. Переходим к модулям связи. LTE здесь бенды 1, 3, 5, 8, 38, 40, 41. Это те, которые я смог найти, потому что на официальном сайте, по сути, вообще нет никаких данных. Но я вам так скажу, третий бенд здесь есть. Это отлично. И я пользуюсь мегафоном 4G у меня работает везде. То есть, проблем никаких нет. Я смотрю видео, видео онлайн, играю в игры. И никаких проблем, трудностей с этим, друзья, не испытывал. Wi-Fi здесь только на 2,4 Гц, на 5 Гц. Раздачи и приема нет. Поэтому здесь, наверное, тоже минус этого телефона. Bluetooth 4.2, GPS и NFC. NFC здесь есть. Конечно же, она работает очень хорошо, если вы покупаете в официальном магазине. То есть, не китайскую версию, а где-то на постсоветском пространстве, в странах СНГ. То у вас будет NFC. И мне кажется, эта версия самая лучшая, самая правильная, которую можно купить. Но также здесь есть, друзья, еще FM-радио. То есть, вот это классная фишка. Операционная система. Мне кажется, это тоже один из плюсов этого телефона. Android 9 Pie. Сразу же, друзья, с коробочки здесь девятка. Фирменная оболочка EMUI 9.0.1. Здесь есть жесты. И кнопка, так называемая, кнопка M-Back. Так, камера здесь основная на 13 Мп. Апертура f1.8. Плюс доп-камера на 2 Мп. f2.4. И фронталочка здесь на 24 Мп. f2.0. Фронталочка здесь гораздо лучше, чем, в принципе, основная камера. Видео основная камера снимает Full HD разрешение. Причем здесь есть выбор. 30 кадров в секунду и 60 кадров в секунду. Фронтальная камера снимает Full HD плюс разрешение. Стабилизации видео нет ни там, ни там. И сейчас вы увидите примеры фото и видео на этот телефон. И вы сами в этом убедитесь. Берем тестер для линз. Увеличиваем. И видим, что не совсем такая хорошая детализация. В принципе, похоже то, что было на 8X. Идем к краю линзы. И видим, что детализация пропадает. То есть, скорее всего, линза не очень хорошая. Сделаем следующую фотографию. И тоже видим, в принципе, все то же самое. Повторяется. Вот на таком уровне детализация, в принципе, неплохая. Но, скорее всего, здесь оптика от OmniVision. При не очень хорошем освещении детализация, в принципе, остается на том же самом уровне. Макросъемка. Тоже обратите внимание. Кстати, макросъемка мне понравилась. При очень хорошем освещении, в принципе, выдает неплохую детализацию. Здесь даже видна фактура листа. И вот обычная фотография на улице сделанная. То есть, при кропе мы видим, что, в принципе, все в основном теряется. Таким образом получается эффект боке. Ну, фотография, в принципе, так выглядит неплохо. Сейчас мы посмотрим примеры видео на основную камеру. Видео, друзья, снимаем в Full HD качестве. Как видите, стабилизации нет вообще никакой. То есть, это беда Honor, это беда Huawei. По крайней мере, пока что все в порядке в бюджетном сегменте такого компании Xiaomi. То есть, вот смотрите, я немножко сейчас потрясу. И звук, соответственно, вы тоже слышите, как записывается. А далее селфи-камера. Она здесь лучше, чем основная, как мне показалось. В принципе, есть неплохая детализация. Если хорошее освещение. По цветопередаче, как в основной камере, так и во фронтальной. В принципе, она такая стандартная, обычная. Делаем вам следующую фотографию на улице. При тоже хорошем освещении. Но детализации не хватает. В принципе, неплохая себе такая фронталочка. Если вы не кропите, то достаточно будет для вас. И сейчас давайте посмотрим видео на фронтальную камеру. Ну и видео, друзья, на фронталочку. Тоже видите, что нет стабилизации. Фронталочка мне понравилась гораздо больше, чем основная камера. Во-первых, она снимает лучше фото. Они более детализированы. Цветокоррекция так себе. Она быстребненькая и на основной камере, и на фронтальной камере. И, кстати, видео мне понравилось гораздо больше на фронталочку. Процессор. Да, хотелось бы сказать, друзья, Snapdragon, но нет. Это Kirin 710. Конечно, он немножко уступает 710-му Snapdragon, но в целом я хочу сказать, что это не стыдный процесс. Здесь 4 ядра Cortex-A73 и 4 Cortex-A53. Точно такие же процессоры стоят на Huawei Mate 20 Lite, Huawei P Smart 2019 года и Honor 8X. И я хочу сказать, друзья, что он справляется со своими задачами очень даже неплохо, потому что здесь 12 нанометров. На предыдущем телефоне Honor 9 Lite стоял Kirin 659, то есть как бы предыдущее поколение этого процессора. Так вот, в Antutu он выбивал около 74 тысяч баллов, то есть по сути в два раза меньше, чем сейчас. Есть только одна проблема. Здесь видеоускоритель Mali-G51. Не самый лучший. Если говорить о Snapdragon, то, конечно же, видеоускоритель там будет лучше. Официальные версии есть на 3.32 и 3.64. Плюс вы можете установить карту microSD на 512 гигабайт. В Antutu он набирает около 138 тысяч баллов. Geekbench Single-Core 1520, в Multicore 5538. Хороший показатель на уровне 636 снапа. Mini-Jack здесь есть, это плюс этого телефона. Сканер отпечатков тоже есть и срабатывает он очень быстро и очень шустро. Разблокировка по лицу тоже присутствует и работает она, по сути, мгновенно. Динамик здесь один, стереодинамиков здесь нет и он очень громкий. Звук так себе, обычный, спокойный звук. И в наушниках звук тоже так себе, нормальный, тоже ничего особого и выдающегося. Батарея здесь на 3400 мАч. В предыдущей версии 9 Lite было 3000 мАч, то есть немножечко добавили. На один день, друзья, хватает этого телефона вообще без проблем. Quick Charge, к сожалению, здесь нет. Конкуренты этого телефона, мне кажется, самый основной конкурент, это Redmi Note 7. Какие преимущества Redmi Note 7? Лучше, однозначно лучше камера и батарея, но нету NFC. Другой конкурент, это Honor 8i. Там есть очень классная фишка с замедленным видео. Наверное, это одно из самых больших преимуществ по отношению к этому телефону. И тоже там батареечка немного больше, 3750 мАч. Huawei P Smart 2019 года, мне кажется, это одинаковый телефон. Поэтому здесь как бы, ну просто они конкуренты, можно так сказать. И другой еще телефон хотелось отметить, это Asus Zenfone Max Pro M2. И действительно, друзья, это уже вот очень солидный, ощутимый конкурент, потому что там есть все, что необходимо в этом телефоне. Но здесь уже выбор за вами, друзья. По ценнику, версия 3.32 стоит в официальной рознице 14 790 рублей, то есть приблизительно 210 долларов. И версия на 3.64, это как раз наша версия, стоит около 16 990 рублей. То есть около 17 000 рублей или же 240-250 долларов плюс-минус. Мне кажется, это адекватный ценник за те показатели, которые здесь присутствуют. На Алиэкспрессе тоже подаются эти телефоны, друзья, но это не глобальная версия. Обязательно обратите на это внимание. NFC там не будет. Перейдем к внешним элементам этого телефона. Сверху здесь у нас разговорный динамик. Также основная камера. Левая грань полностью пустая, там нет ничего. Снизу миниджек. Также светодиодный индикатор. Основной микрофон. Микро-USB. И основной динамик. Также здесь сразу же на стекле наклеена защитная пленка с завода. И это, друзья, очень хорошо, потому что с завода пленочка наклеена, но просто великолепно и идеально. Так, наверное, наклеить не сможет никто. Также на правой грани кнопки громкости. Кнопка включения и выключения. На тыльной стороне сдвоенная камера. Сверху на 2 Мп. Снизу на 13 Мп. Основная. Ниже ее. А вспышка. Сверху у нас слоток под 2 сим-карты. Либо одну сим-карту и плюс microSD. То есть здесь не тройной слот, и это, кстати, тоже минус этого телефона. И сверху также находится второй микрофон для шумоподавления. Также есть сканер отпечатков пальцев. Надпись Honor. И вся эта задняя крышка сделана, друзья, из пластика. Работа в YouTube и в Chrome. В YouTube, друзья, тоже, в принципе, все неплохо работает. Процессор неплохо справляется. Оперативки тоже хватает. В Chrome та же ситуация. То есть никаких проблем нет. Можно спокойно серфить на этом телефоне. Благо, экран позволяет, потому что он большой. Плюсы и минусы этого телефона. Первый плюс, друзья, это NFC. Да, работает из коробки. Проблем еще нету. Все установили, карточку подвязали. И никаких проблем. Второй плюс, если вы покупаете у официалов, это гарантия. Гарантия на год вам дается. Мне кажется, это тоже неплохо. Третий плюс. 710 Kirin справляется гораздо лучше, чем 659. То есть это улучшение. Мне кажется, тоже это плюс. Четвертый. Android 9 Pie сразу же из коробки. И пятый плюс. Не такой очевидный, наверное, как для многих. Это капелька сверху. Из минусов, друзья. Первый минус, это камеры. Если сравнивать с прямым конкурентом. А прямой конкурент, мне кажется, Redmi Note 7. Вот здесь он по камерам, конечно же, будет проигрывать. Но если говорить в целом об улучшении. То есть по сравнению с девятым лайтом, камеры стали гораздо лучше. Второй минус, это пластиковый корпус. Но тоже так себе, друзья, это может считать минусом. Да или нет. Ну и третий, это micro USB. Тесты в играх. В играх, друзья, проблем тоже никаких нет. Я играл в асфальт около часа, рубился телефон, не нагрелся, не лагал, не вылетал. Не было с ним вообще никаких проблем. То есть справляется он очень неплохо. 710 кирин меня действительно радует. Если опять, друзья, сравнивать его с Honor 9 Lite, то можно сказать, что этот телефон стал приблизительно в два раза лучше. По мне, вот он стал гораздо красивее. Экран больше. Он стал, ну, как бы, понятно дело, более современный. Это капелька и так далее. Процессор стал лучше, камеры стали лучше, батареечка стала немножечко побольше. Но плюс всего этого в чем? Ценник остался точно таким же. То есть год назад, друзья, официальная версия Honor 9 Lite стоила столько же, сколько сейчас стоит 10 Lite. Произошла ли эволюция этого телефона? Да, друзья, однозначно, эволюция произошла. Произошла ли революция этого телефона? Нет, революции никакой нету, ничего выдающегося. То есть это действительно хороший, правильный такой телефон, который может неплохо фотографировать, который справляется со всеми повседневными задачами и стоит адекватных денег. Друзья, это было мое мнение. С вами был я, Эдскарайбер. Не забывайте про лайки. Всем пока и хорошего настроения.